Приветствую вас, прочитал ваш текст. Вы знаете, я бы хотел сказать, что вы ошиблись не в человеке, вы ошиблись скорее к подходу, в подходе к своим чувствам, в подходе к своим эмоциям, в подходе к своим желаниям и переживаниям. Дело в том, что вы по какой-то причине развелись. Вы пишите, что встретились в момент, когда я переживала свой развод. Это означает, что вы, по сути, своими действиями привели к тому, что ваши отношения с мужем, бывшим мужем, распались. И здесь нужно, в первую очередь, работать именно с этим. Какие действия привели к тому, что брак распался, почему брак распался, какие у вас были чувства и так далее. То есть, очень важно сперва завершить одни отношения и потом начать другие только так. Вы же влюбились в другого человека, потому что видели в нем то, чего на данный момент не было у вас. И это был хороший повод заместить реализацию своих желаний. То есть, вы чего-то хотите, вы чего-то хотели, вот, соответственно, заместили реализацию своих желаний. Вот. Ага. Это первое. Второе. Влюбились. Вот что значит влюбились? Как вы понимаете, влюбленность, что она для вас значит? На мой взгляд, вы не влюбились, на мой взгляд, вы просто очень сильно хотели быть с человеком. На мой взгляд. На мой взгляд, вы очень сильно хотели быть с ним. Вам нужно было быть с ним. Вы пишите, что мне нужны и серьезные отношения и семья. Понимаете? То есть, вы, по сути дела, мужчину хотели, скажем так, использовать для того, чтобы получить от него то, что вам нужно. А нужна вам именно семья. По факту. Вот. Вопрос только в том, для чего. Вот. Понимаете? Вопрос только в том, для чего вам семья. Зачем она вам нужна? Семья. Вот. Понимаете? Вот с этим и нужно разбираться. то, т.е. Именно поэтому, а именно по той причине спон, сегодня были в нужде и мужчина был призван купировать ваше желание. Вас не наздорожил тот факт, что человек женат, что он не ушел от своей жены, что он изменял своей жене. Это вас не наздорожило. И дело не в том, что вы виноваты в этом или не виноваты. Дело в другом, дело в том, чего вы хотели. Опять же, но здесь мы уже видим, что мужчина преследует цель самоутвердить, мужчина преследует цель что-то себе доказать, себе доказать, не другим, а именно себе. И это очень важный момент, очень важный момент, на что человек обращает свое внимание. вы пишите, появилась я, жена узнала обо мне, они разошлись. До развода был разговор о семье, о семье и совместном быте. То есть, основная цель отношений – вот семья. Я понимаю, аноним, что вам, возможно, будет неприятно это слышать. Вот. Я понимаю, аноним, что вам, возможно, ну, не по себе будет это слышать, но именно разговоры о семье и определили, по сути, дальнейшее развитие, развитие ваших отношений. То есть, то есть, мужчина знал, видел и чувствовал, и понимал, чего вы хотите. вот. И, как бы, он давал вам это. Он давал вам это до тех пор, пока ему, ну, вот, было выгодно. Это вам давать, по сути, дело. Потому-то он видел, в чем вынуждаетесь. Вы себя изначально так же рекомендовали. И у вас было то, чего не было у его жены, возможно. Говорил, что любил меня безумно, поэтому и сознался в измене. После разговора начались чудеса. То некогда ему, то в депрессии, то люблю, то не хочу. Но здесь совершенно очевидно, что человек, как бы так сказать, может быть, сам того не осознавая, может быть, сам того не осознавая, человек использовал вас для переживания своего развода. Вот. То есть, момент здесь, на мой взгляд, да, момент здесь, на мой взгляд, он вот именно такой. Не обязательно он делал это случай специально. Но он, очевидно, слабо контролирует свои чувства. Слабо контролирует свои желания. То есть, это человек, детская составляющая которого, да, детская составляющая которого стоит на службе у… у детской составляющей. То есть, взрослая составляющая которого, да, работает на ребенка. И это очень важный момент. То есть, по сути, вы связались с человеком, таким, знаете, большим ребенком. Вот. И надо сказать, надо сказать, что сделали, ну, что делали вы, это не случайно. Вот. По-видимому, он, человек, именно отражал то, чего вы хотели. или, 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 или какой, или, или кем вы хотели себя видеть. По факту. Понимаете? Какая, какая история. А, на мой взгляд, на мой взгляд, это вот то, что сейчас, вот, ну, в данный момент происходит. Вот. Дальше, значит, в общем, по горе была такая ерунда. Ерунда. Опять же, аноним. А, почему ерунда? Это не ерунда. Это вот у человека свои, у человека так проявляются чувства. А, ну, его, человек раскрывается, человек раскрывает себя, на, эээ, именно, в этих обстоятельствах. Понимаете? Вот. И вы, называя ерундой то, что происходит, по сути, обесцениваете его, и обесцениваете потому, что он не дает вам, эээ, того, че, ну, того, чего вы хотите. Вот. По факту. Ну, вот и, собственно говоря, все. Дальше. Расставались, но вернул. Здесь у вас идет перенос ответственности. То есть, эээ, вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свой выбор, за свое решение, за свою позицию, да, вместо того, чтобы так поступить. Вот. А вы позволили ему вернуть себя. Опять же, почему? Потому что, потому что вам хочется, вам хочется, чтобы он, да, дал вам то, что, ну, то, что вам хочется. Вот. Вам хочется этого. По сути. И вот до тех пор, пока вы не признаете своих желаний, до тех пор, пока вы не признаете своих потребностей, до тех пор вы будете совершать ошибку. Ошибку за ошибку. Ведь почему-то же вы расстались со своим мужем, да? Почему-то же у вас не получилось и с этим человеком отношения построены. Так что здесь, возможно, вот, эээ, какие-то проблемы именно в вашем поведении. Какие-то проблемы именно в вашей, эээ, репрезентации, именно в вашей репрезентации, эээ, ну, своего женского поведения, своей женской модели поведения. Вот. На мой, на мой, по крайней мере, взгляд. Вот. Дальше идем. А при любой ссоре писал, давай расстанемся, потом говорил, давай поженимся. Ну, как ребенок. Посмотрите, как ребенок. А вы для него были, видимо, родителем. То есть он видел в вас, эээ, родителем такого. Он видел в вас, эээ, в кого-то, ну, в кого-то направляющих, возможно. Вот. То есть с женой. Эээ, вероятно, он чувствовал себя слишком напряжной. Эээ, с женой он чувствовал себя слишком, эээ, ну, слишком в ответ, слишком в ответственности. Вот. Именно, именно с женой. Эээ, с женой он чувствовал себя лучше. Вот. Ну, правда, это было ненадолго, ненадолго, потому что вы стали от него что-то требовать, и когда вы стали от него что-то требовать, когда это уже стало чем-то реальным, да? То есть, ээ, вести разговоры, ведь, это, эээ, совсем, ну, ну, совсем не то, не то же самое. То есть одно дело вести разговоры, а другое дело что-то делать. Вот. И если, например, разговоры ему нравились, эээ, которые он, допустим, с вами вёл, ну, вот, именно разговоры, то что-то делать ему уже не хотелось. И когда вы стали от него что-то требовать, вы, по сути, стали такой же, как его жена. Вот. И всё. И поэтому, собственно, он потерял к вам, эээ, ну, начал терять, точнее, к вам, эээ, интерес. Вот. Начал всё меньше и меньше, эээ, быть, эээ, вас, эээ, заинтересованным. По сути. Вот. Ну, плюс, эээ, плюс понятно, да, что, ээээ, ээээ, его смена настроения, эээ, она, ээээ, связана, ну, она связана не с ээээээ, какой то, ээээээээээээм, там болезней, да, и не с каким-то отклонением. а именно с поведением его, то есть, просто с такой вот, знаете, ну, может быть, избалованностью, да, и так далее. То есть, вот для того, чтобы, ну, для того, чтобы охарактеризовать его, для того, чтобы охарактеризовать его как личность, нужно все-таки, ну, больше данных именно о нем, и разговаривать лучше с ним, вот. Дальше. Так, значит, в очередной раз я забрала с духом и сказала, мне нужны стабильные отношения, семья, да, то есть, вам не нужен сам человек, вот это то, о чем я пытаюсь, это то, о чем я пытался вам сказать, что вам не нужен сам человек, вам нужна семья, и именно семью вы хотите, знаете, именно семью вы хотите, в первую очередь, и, возможно, мужчина это чувствует, что он чувствует, что вам с него нужно, вот. И будучи ребенком, будучи ребенком, в натуре, то есть, человек, который вот ведом своими желаниями, вот. В начале, ему это, ему это нравилось, то, что вы воспринимаете его так, серьезно, да, с кем-то таким, таким, ну, 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 кем-то таким, прямо важным, да, прямо таким, ну, может быть, ну, может быть, ну, достойным, да, вот, и так далее. Но потом, когда вы стали требовать от него, ему это уже не нравилось, потому что ребенок не готов делать что-то, именно, именно, вот, именно в контексте ответственности, вот, понимаете. Поэтому, мне кажется, что, именно так, именно так можно его охарактеризовать. Ну, все, ребенок, ну, вот. Он ответил, люблю тебя, но не готов. Два месяца, два месяца не видимся, родняк узнал, что он тусит с другой, вот и стал вопрос, а любил ли человек раз так легко забыл? Нет, 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 не любил, не любил. Влюбленность, ну, да, возможно, возможно, влюбленность, возможно, была, но ни в коем случае не любовь. Или это способ забыть меня. Здесь вам скорее хочется, знаете, здесь вам скорее хочется, чтобы это было так. То есть вам хочется быть более значимой, видимо, для него, а хочется быть, потому что вы, ну, возможно, себя не чувствуете значимой. Вот. До конца. Понимаете? То есть мне кажется, что, вот, эээ, здесь именно такая история. Мне кажется, что здесь именно так обстоят дела. Дальше. Мне кажется, что у него истерический тип личности, самолюбование, украшение себя, когда они разводились в пиле, лежал в лёжку на антидепрессантах, алкоголем часто решают проблемы. Ещё раз, эээ, может быть, может быть, у него истеричка тип личности, но для вас это ничего не значит абсолютно. Вот. Потому что какой бы ни был у него тип личности, а всё равно, ну, понимаете, да, всё равно он такой. И дело не в том, какой он, а дело в том, какая вы. И мне думается, что, эээ, ключевой момент, что вы можете сделать, эээ, для того, чтобы не совершать ошибок, да, вот, это не изучать, это не изучать, эээ, психологию и не изучать тип личности. А смотреть на отношения к себе мужчины, то есть, если мужчина, грубо говоря, эээ, именно, именно своими действиями, именно своими действиями, эээ, показывает, что вы у него на первом месте, эээ, показывает, что вы для него важны, эээ, показывает, что он в вас не нуждается, эээ, что это, в принципе, хороший пример. Но и вы тоже, и вы тоже не должны нуждаться, эээ, в нём. Вы тоже не должны нуждаться в эээ, таком, ну, в семье и так далее. Дальше. Эээ, да, расстался со мной, эээ, в смс, личной встречи не было, потому что чувствовал бы он себя неуютно, и, эээ, скорее всего, он не смог бы этого сделать, то есть, не смог бы расстаться, эээ, с вами лично, эээ, там, начались бы какие-то проблемы. По-моему, возможно, он боялся, что вы будете, эээ, там, как-то его уговаривать, что-то, что-то ещё будет, вот, то есть, ну, мужчина мог бояться этого, мог. Вот. А у вас осталась незавершённость, понимаете? То есть, вот это ваша попытка понять его, да, это ваша попытка понять его, это, по сути, ваша незавершённость. Если сама по себе ваша незавершённость, она ясна, то вот способ, эээ, способ борьбы с незавершённостью вы выбрали крайне деструктивный. Самый лёгкий, но крайне деструктивный, понимаете? Просто вы остаётесь той же, пытаясь понять человека и пытаясь не совершить ошибок. А каких ошибок вы пытаетесь не совершить? Какие ошибки вы можете совершить? Если вы не разберётесь в себе, если вы не будете отдавать себе отсчёт в своих проблемах, эти ошибки будут повторяться. Вот. Значит, дальше. Понимаю, что сама виновата, кто решился со мной всё быть иначе, но уже ничего не исправить. Знаете, забыть нужно пытаясь. Вы не забудете, опять аноним, вот у вас, видите, какие идут ориентиры, да, на подавление, на подавление себя у вас ориентиры идут. Вы не забудете его. Вы не забудете, потому что ваши желания не позволят вам забыть его при всём, при всей необходимости, кажущейся. Вот. Ваши желания забыть его не позволят. Поэтому, чтобы забыть, чтобы он перестал быть для вас значимым, нужно посмотреть на то, чего вы хотите. И, правда, поработать именно с тем, что вы желаете, может быть, вы чего-то боитесь. Вот. Потому что вы говорите о том, вы говорите о том, что он чувствует. Вы говорите о том, что вам важно, любил ли он вас. Да? То есть не вы его, а он вас. В этом вся разница. В этом вся разница. Здесь вы ориентированы на себя. И в этом нет ничего плохого, в том, что вы ориентированы на себя и думаете больше о себе. Но делать это нужно, скажем так, прямо, прямо. Да? Если у вас есть потребности, то их нужно удовлетворять прямо. А не вот так, как это сейчас вы делаете. Вот. Вот, в принципе, то, что можно сказать. Я не буду гадать по поводу того, откуда у вас возникли эти проблемы. Но мне кажется, что есть элемент у вас недостатка любви. Есть у вас потребность в том, чтобы чувствовать себя в безопасности. Возможно, вот это все у вас требует корректировки. Возможно, с личными границами есть небольшие проблемы. Вот. Потому что вы не очень, вот, отдаете себе отчет, что, что можно, ну, в отношении вас. А что нельзя, ну, в отношении вас. Мне кажется, что этот момент, он, он, такой, достаточно важный. И именно на них вам нужно сконцентрироваться. Вот. То есть, ага, еще раз, да, вот вы пишите. Хочу понять, ошибалась ли я в человека, чтобы в последующем не наступить на те же грабли? Даже если будете понимать, что, что ошибаетесь опять, все равно наступите. Потому что желания ваши никуда не денутся. До тех пор, пока вы ориентированы на других людей, на семью, да, на других людей. До тех пор, пока это происходит так, будут ошибки. К сожалению. Будут ошибки, без ошибок, ну, не обойдется никак. Вот. Понимаете? Поэтому, тут уже, конечно, смотрите, смотрите сами. Да не смотрите, смотрите сами. Я бы сказал, что ваш мужчина просто такой большой ребенок, а-а-а-а. у которого все ресурсы направлены на удовлетворение своих потребностей, своих желаний, а не, соответственно, других людей. Ну да, может быть, человек излишне эгоистичен и так далее. И так вы что, скажете, что вы этого не знали? Вы это знали. Вы его выбрали? Выбрали. Почему? Потому что этого не хватает у вас. Именно вам не хватает подобной возможной эгоистичности. То есть именно вы подавляете свои желания, реализуете их непрямо, и я сведу все ваши проблемы. А почему реализуете свои желания непрямо? Потому что есть запреты. Есть запреты, есть стыд, есть стереотипы. Вот. Вот с этим нужно работать, если, конечно, хотите. И тогда вы не совершите ошибки. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!